Добрейшего утречка! 11 октября состоится выставка, которая называется «Глазами мамы». И у нас гости в студии. Это художница-участница выставки Даша Деева. Даша, доброе утро! И Валерия Соловец, организатор выставки «Глазами мамы». Доброе утро! Доброе! Сейчас Даша нарисует Илью. Нет, мы бы решили переиграть. Подожди, Даша, давайте объясните, что мы с вами будем делать. Мы сегодня будем рисовать портрет Аннаваш вместе с Ильей. Понимаете, да? Все легко и просто. Меня очень радует. А я думала, вдруг я останусь без портрета. А то ты бы с портретом был, а я без. Ну, давайте тогда приступать, а я Валерии задам несколько вопросов. Понятно по названию выставки, что она какая-то такая очень близкая, душевная, эмоциональная. В чем суть? Что хотите донести до зрителей этой выставки? Да, это действительно так. У нас будет очень душевная выставка. Энергия – мощным источником, который является женщина в концепции данной выставки, понимается как рождение нового произведения, нового чувства человека. Материнство – это уникальный дар у женщины, способность подарить жизнь не только своему ребенку, но и продлить свою собственную. Мы живем ровно столько, сколько нас помнят. После того, как человек уходит из жизни, он живет в сердцах и мыслях своих близких. То есть мы на выставке говорим, что женщина не только как мать, но и как начало, первоисточник, как продолжение жизни. Как начало, продолжение, да. Скажите, пожалуйста, какие художники представлены на выставке? У нас будут представлены художники из Москвы, Санкт-Петербурга и из Екатеринбурга. А Жанна Калашникова рисует в стиле живопись и графика. У нее также разные смешанные техники. Екатерина Поединщикова тоже, она рисует в свешенной технике, калаш, акриловые краски. Олег Григоров – это тоже как бы графика. Виктория Забродина – живопись. Александр Фомин – пастель. И Мила Троицкая – живопись. И Наталья Анубко – тоже живопись. Ну, то есть, это будет, так скажем, и живопись, и графика, и калаш, и смешанные техники. То есть, тут будет всевозможное, так скажем. Давайте напомним, где проходить будет выставка. Выставка будет проходить на Куйбышево 44D на 18 этаже. Это Панорама. Бизнес-центр, World Trade Center. Можно в интернете найти, есть какой-то сайт, где можно ознакомиться. Правильно, Валерия? Ой, выставка – это дело, конечно, волнительное. Очень. Я не волнительно, как рисовать выставить. Участие, кроме как, молодец, хорошо делать, хорошо рису. Слушай, поддержка – это половина дела. Да. Поэтому ты давай там ни халтурь, ни халявь поддерживай, Дарью хорошо. Отлично, все, есть. Я запомнил. Спасибо большое, Илюш. Скажите, пожалуйста, на какую аудиторию рассчитана выставка? Это молодежь, это взрослые люди. Может быть, надо взять с собой детей? Вообще, на самом деле, здесь нет каких-то определенных критерий возраста. Эта тема, она, ну, как бы близка каждому. Это такой общественный контекст. Поэтому, я думаю, каждый для себя там сможет открыть что-то новое. Детейшек берем? Возможно вспомнить чувства обязательно. Я считаю, что любовь к искусству и творчеству нужно прививать с самых, так скажем, первых шагов. У меня у самой сын, который с первых лет жизни вместе с нами разные выставки посещает. И в России, и в Европе, и он уже видит что-то свое, он может рассказать про картину. То есть, что на ней он видит, как она к нему, так скажем, имеет отношение. Мы не про вас, мы не про вас, честно. Как-то я себя неловко чувствую, когда художник ржет, рисуя мой портрет. Вообще, на самом деле, я считаю, что очень оригинально. Уже можно посмотреть? Причем, в основном, Илья тоже пытается внести свою лепту. Но у него свое видение, потому что Илья меня представляет наверняка как-то по-своему. Уже можно посмотреть, что получилось? Подожди. Скажите, Валерия, у нас тема современное искусство. И мы сошлись в том, что надо объяснять все-таки. Потому что не всегда понятно, что автор хотел сказать. Есть ли на выставке медиатор, кто-либо еще, который может рассказать и пояснить, что вот это о том-то, вот это о том-то. Не все мы, к сожалению, подкованы. Ну, я по себе сужу. Все будет намного проще. У нас будет QR-код, прикрепленный к каждой из картин, которая будет повествовать о том, что там нужно видеть, так скажем. И будет определенная музыка, которая будет создавать нужное настроение. Поэтому будет доступно всем, каждому отсканировал, прочитал, запомнил. Супер. Ну что, ребят? Я... Стоп. Мы, конечно, не Бэнкси, но около того. То есть ты понимаешь, что... Я считаю, что лучше вы. Баночки с... Не с тушеночкой, но это ты. Перфетто. Прекрасно. Зато, которое нам было предоставлено, это вот ваш портрет. Это наше восприятие, тебя, ты понимаешь это, да? Вот оно, современное искусство. Я считаю, что у меня достаточно волевой подбородок. Самые, вот обратите мне... Самые сочные губы, я считаю. Да. И главное, морщины, как бы они вот... Они мимические, они возрастные. Это хорошо. Это не я рисовала. У меня морщины, в смысле. Я думала, все-таки от меня, от тебя это волевой подбородок. Ну да ладно. А то, конечно. Художник имеет право на свое время. Девушки, мы вас благодарим. Я вас лично очень благодарю за то, что вы дали мне возможность порефлексировать немножечко и вот сделать вот это, да? Это не это, это это. Аня меня зовут. Это. Портрет, хорошо. Портрет, портрет. Вам желаем солдалтополнейшего. И, собственно говоря, что полет вашей фантазии был неиссякаем. Мы всегда на высоте договорились. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Хорошего дня. Про полет фантазии. Если у вас вдруг нет фантазии, куда отправиться на выходные, культ-обзор вам в помощь. Все расскажет и покажет. Смотрите внимательно.